Я приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале. В этом видео тема пойдет о патронах травматических, травматики для необходимой обороны в том узком ее ответвлении, скажем так, травматики крупнокалиберной. То бишь, попросту говоря, о патронах травматических для гладкоствольных ружей. В данном случае ружей 12 калибра. Значит, в Украине существует только один тип травматических патронов. Ну, вернее, не совсем верно. Видимо, существует их наверняка значительно больше. Есть и те, которые попадают из-за рубежа, и те, которые люди делают для себя сами. Но официально, скажем так, зарегистрированными, лицензированными к использованию. И стало быть, разрешенными к использованию законодательно. Есть только лишь патроны 12 калибра. Производство НВП Эколог. Называются они ТРН-12. Значит, две разновидности. ТРН-12 пулевые и ТРН-12 картечные. Называются они ТРН-12К и ТРН-12П соответственно. То есть, там картечь К, там П, соответственно, пуля. Вот так, собственно, они выглядят. Поставляются в коробках по 10 штук. Вот такие маркировки мы имеем. Здесь, стало быть, производитель. Произведено в Украине. Здесь красивая картинка с тем, что мы имеем внутри. Картечные патроны для оружия. Написано на бою за эластичную картечу для рушницы. То бишь, патроны с эластичной картечью для гладкоствольного ружья. Здесь мы имеем предостережение, что данный тип патронов не запрещается использовать на расстоянии ближе, чем 5 метров. Также не рекомендуется использование патронов с ружьями, с дульным сужением чок. Но об этом я упомяну чуть-чуть попозже еще. Ну и, соответственно, здесь написано гарантийный термин использования или хранения 3 года. Вот, больше. Ну и здесь написано, соответственно, на бою ударно-травматичной идеи для самозащитства. 10 штук. То бишь, патроны ударно-травматического действия для самозащиты. Вот, у меня их две пачечки. К сожалению, у меня... Здесь мы видим патроны картечные. К сожалению, мне не удалось добыть на данный момент патроны пулевые, то бишь, коробочку, как она выглядит. Ну, в принципе, они выглядят точно так же. Это с той единственной разницей, что вот здесь будет написано не использовать на расстоянии ближе, чем 20 метров. То бишь, пулевые патроны разрешено использовать на расстоянии не ближе, чем 20 метров. А картечные, соответственно, не ближе, чем 5 метров. Вот. И здесь на картиночке мы будем иметь картинку патрона с эластичной пулей. Ну, собственно, картинку я могу вставить в видео для того, чтобы вы примерно себе предполагали, как это выглядит в упаковке. Вот. Значит, о чём сразу хочу сказать. Вообще, как мы видим, на коробке нет никаких обозначений по поводу навески снаряда и навески пороха. То бишь, и самое интересное, что в интернете достоверной информации я, к сожалению, даже на сайте производителя, я, к сожалению, тоже не нашёл. То бишь, мы имеем патроны для самозащиты, в которых совершенно мы не знаем, что же там находится внутри. Ну, кроме, естественно, внешнего вида, да, картечи резиновой, которая изображена здесь, на коробочке, и пули резиновой, которая изображена на коробочке с пулевыми патронами. И всё. В общем и целом, именно это и стало, как бы так, подтолкнуло меня на создание этого видео. То бишь, я вот сегодня в видео хочу показать и посмотреть сам, и показать вам, что же хранится внутри вот этих вот замечательных патронов, которые единственные, которые лицензированы для необходимой обороны с ружьём в государстве Украина. Значит, ну, для начала, вот так выглядит патрон пулевой. Вот, здесь мы имеем, прямо вот тут, это пуля резиновая, на ней есть обозначение ТРН и П. Вот. На донце и гильзы мы имеем обозначение 12, 12-й калибр, стало быть, и 3 звёздочки сверху, 3 звёздочки снизу. Более ничего. Ну, как бы патрон, капсуль патрона промазан чем-то, я предполагаю, что это лак. Ну, промазан так себе так. Вот. А так выглядит патрон картечный. Вот. Если здесь пуля вообще ничем не прикрыта, просто закручена, вот, то здесь точно так же закручена картечь, только мы имеем прокладочку, скорее всего, она из картона, на которой написано ТРН-12К. Вот. Ну, а стало быть, гильза примерно точно такая же. Обозначение 12-го калибра, худо-бедно промазанный лаком капсуль и 3 звёздочки сверху, 3 звёздочки снизу. Не обязательно, что патроны зачастую встречаются красного цвета, и пулевые, и картечные. Вот. Это просто, ну, я так предполагаю, что в зависимости от того, какие гильзы были на данный момент на производстве, те использовались для укупорки этих патронов. Вот. Вот так они выглядят внешне. Но тут мы перейдём к самому интересному, на мой взгляд, и попробуем распотрошить эти патроны и посмотреть, что здесь внутри. Первым будем потрошить патрон пулевой. Вот. Срежем закруточку. Немножко кацанули, конечно, саму пулю, но я не думаю, что это очень критично. Вот. Закруточку мы срезали. Вот. И достаем пулю, чтобы посмотреть, как она выглядит. А выглядит она вот так. Вот. Вот так выглядит эта пуля. Значит, вот это её верхняя часть, вот как мы видели в патроне, с обозначением. Вот. И вот так выглядит сама пуля. Значит, более толстая, массивная часть находится внизу гильзы. Вот. Более тонкая и более лёгкая часть находится вверху. Вот. Ну, внешний вид пули напоминает мне пулю Блонда. Наверняка это и есть её аналог. Просто выполненный из резины. Резина, кстати сказать, достаточно мягкая. Вот. То есть, я без особого напряжения её сгибаю. В принципе, могу придавить. Вот. И самое главное, о чём я хотел упомянуть. Вот. Когда мы читали, вот здесь написано. Не рекомендуется использование патронов с ружьями с дульным сужением ЧОК. Вот. На самом деле, не рекомендуется использовать данные патроны в ружьях с какими-то ни было вообще дульными сужением. Потому как пуля, например, вот эта, она калиберная. Вот. И чтобы не было такого, что она застряла в стволе, ствол раздува или ещё что-нибудь, желательно использовать данный тип пэ-припасов в ружьях, у которых цилиндр. Вот. И нет никаких вообще дульных сужений. Ну, это, собственно, на выбор самого стрелка. Но, как по мне, так нежелательно, конечно. Вот. Вот так выглядит эта самая пуля. Да. Теперь попробуем добраться до порохового заряда. Посмотреть, что тут и как обстоит с этим делом. Значит, надрезаем. Очень аккуратненько надо стараться, чтобы не порезаться. Надрезаем гильзу до самого латунного основания. Вот. Сейчас, наверное, ещё вот так вот её подрежу, чтобы было удобно рассмотреть, посмотреть, добраться, так сказать. Оп. Так. Вот. Ну, наверное, и хватит. Посмотрим, что же здесь внутри есть ещё. Значит, а внутри здесь есть... Как мы видим, одна картонная прокладочка. Ещё одна картонная прокладочка. Вот. Вот. Далее у нас здесь... Сейчас попробую добраться, чтобы его отсюда вытащить. Здесь древесно-волокнистый пыш. Вот он. Древесно-волокнистый пыш. Вот. И, как я вижу, здесь есть ещё одна картонная прокладочка, которая лежит на самом порохе. Вот. Порох, к слову сказать, выглядит вот так. Ну, сейчас я его достану оттуда. Покажу. Покажу. Значит, по внешнему виду он очень похож на сильвер. Вот. И сейчас мы всё это дело рассмотрим. Берём весы. Вот. Для начала взвесим саму пулю. Значит, пуля весит 8,58 грамма. Вот. Ну, грубо говоря, 8,5 грамм. Вот. Напомню ещё раз, что она очень мягкая. Вот. А теперь мы поглядим, сколько же здесь на всё это дело насыпали пороха. Значит, тарируем весы. Вот. И высыпаем сюда порох. Высыпаем сюда последнего. Здесь, собственно, более ничего не осталось. И имеем 0,46 грамма пороха, который очень внешне похож на порох. Сильвер. Вот. Ну, точно не буду претендовать, потому как внешне он-то на сильвер очень похож. Но является ли сильвером на самом деле, я сказать не могу. Потому как никакой достоверной информации, как я говорил, мне добыть не удалось. По поводу того, что же именно сюда насыпали, что же именно здесь есть. Вот. Теперь перейдём к патрону картечному. Мы рассмотрели патрон пулевой, ещё раз напомню. Выглядит пуля вот так вот. Очень мягкая. Примерно 8,5 грамм. Вот. Порох. Очень похож на сильвер. Навеска. 0,46 грамма. Переходим к патрону картечному. Начинаем потрошить его. Вот. Для начала опять-таки срезаем закрученную часть с гильзы. вот, срезали. Тут же слетела, как оказалось, действительно очень тоненькая, хлипенькая картонная прокладочка, на которой написано TRN12K. Вот. И здесь мы имеем здесь мы имеем вот такую вот картечь. вот. Она здесь не в контейнере. То есть, давайте её сразу достанем. Как я вижу, что она не в контейнере. Так, сейчас попробуем немножечко для удобства гильзу надрезать. Вот. Вот она высыпалась вся наша картечь отсюда. вот. Роль контейнера здесь играет вот такая вот плёночка, которая, соответственно, была закручена вот так и хранилась в гильзе. Вот. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. На данный момент мы имеем двадцать три штучки, хотя патрончик, который я распотрошил до этого, в нём было двадцать четыре штучки. Может, неправильно посчитал, конечно же. Вот. То есть, если есть желание, вот я их здесь оставлю. Эти картечинки. Вы сможете их пересчитать. Может быть, я сбился, нервничаю немного. Вот. Вот так выглядит картечь. Диаметр её, ну, сейчас мерять не буду, мерил до этого. Значит, диаметр одной картечинки семь с половиной миллиметров. Вот. Двадцать три, двадцать четыре штучки картечинки. Вот. Чуть-чуть отложим их сейчас, чуть-чуть в сторону, чтобы не мешали. Вот. Двигаем и начинаем двигаться далее. Вот. Пытаемся расковырять патрон дальше. Надрезаем его, стало быть, аж до самого донца латунного гильзы. Вот так, чтобы было удобно добраться до пороховой навески. Вот так. Так, ну, и для общего счастья сделаем четвёртый надрез. Вот так. Значит, и смотрим, что у нас здесь внутри. У нас здесь внутри точно такие же две картонные прокладочки. Вот они. тоненькие. Очевидно, точно такой же древесно-волокнистый пыш. Вот он. И, очевидно, производитель немудрствовал лукаво. Точно такая же картонная прокладочка, только чуть потолще, которая лежит на самом порохе. порох по внешнему виду напоминает точно такой же, как и в пулевом патроне, то есть, похож на сильвер, но точно сказать не могу. Вот. И сейчас мы всё это дело взвесим с изного. Берём весы, включаем их, вот, ложим, тарируем и насыпаем сюда всю нашу картечь, которую добыли из патрона. Вот. И в результате получаем, а нет, ещё одну картеченку пропустил, и в результате получаем 5,83 грамма в общем. Вот. Ну и для чистоты эксперимента взвесим одну картеченку, которая весит примерно 0,24 грамма. Вот. Откладываем их в стороночку, чтобы они нам не мешали. Вот. И теперь взвесим пороховую навеску. Тарируем весы, обнуляем их и высыпаем весь тот порох, который у нас здесь хранился. Ну, внешне, мне кажется, конечно, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что внешне пороха немножко больше, чем было в пулевом патроне. 0,8 грамма пороха насыпали сюда на картечь. Вот. Тоже чуть-чуть его в стороночку этот порох вот. в общем и целом примерно так. Порох очень похож на порох сильвер. Пуля очень похожа на пулю блонда. Очень мягкая. картечь. Ну, картечь она и есть картечь. На самом деле весьма и весьма напоминают те шарики, которые используются в травматических 9-мм патронах, хотя они наверняка немножко меньше. И тоже, кстати, очень-очень мягенькие. вот. Стало быть, имеем то, что мы имеем. Имеем мы вот такие вот патроны картечные и пулевые. Вот. Это те, которые официально лицензированы государством к производству и использованию. Напомню, что более никакие патроны для ружей ни то 16-го, ни то 20-го калибра, к сожалению, в Украине не лицензированы и официально использованы быть не могут. Значит, здесь монополия только у фирмы Терн. Вот. И для общего разнообразия еще. У меня есть один патрончик, который скажем так, кустарного производства. Те, которые люди делают для себя. Мы законопослушные граждане, мы никогда в жизни пользоваться такими патронами не будем. Вот, потому как нельзя. Вот, государство нам запрещает и нашлепает по попе за это. Но есть, стало быть, такой патрон, который мы тоже сейчас распотрошим и посмотрим, чего же сюда могут напихать народные умельцы. На самом-то деле, тот, кто производил этот патрон, я-то знаю, что там находится. Это патрон кортечный. И что именно, какая кортечь здесь находится, какой порох, какая навеска этого пороха, естественно, для меня загадкой не является. Ну, просто так, для сравнения посмотрим, на что, скажем так, граждане надеются сами по себе, не полагаясь на государство, которое говорит им о том, что защищаться нужно именно вот так и никак иначе. Вот, здесь мы просто сейчас посмотрим, на что люди надеются сами по себе. Значит, напомню, не успел сказать, сразу полез срезать обжата была звездочкой. Вот, здесь же под звездочкой лежит картонная прокладочка, которая закрывает кортечинки. Вот, вот она. Вот, сами кортечинки здесь достаточно плотно уложены, так вот, плотненько, я даже пальцем их тяжело наковырять оттуда. Вот, так, раз, два, лезем дальше, ковыряем дальше, три, четыре, ах, есть там еще, да добраться не могу. Ну-ка, ну, как плотно упаковано. Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть шариков. Значит, ну, здесь шарики, скажем так, гораздо более плотный, то есть, если этот шарик, и гораздо более больше, кстати. Вот, для сравнения, да, вот так выглядит шарик из лицензированного патрона, вот так выглядит шарик из патрона кустарного. Вот, и, что самое главное, этот шарик очень-очень жесткий, вот, очень жесткий, ну, в отличие от этого, этот я спокойно, как бы, могу сжать пальцами, этот пальцами сжать, не могу, пальцы начинают болеть. Вот, их 6 штук, значит, сейчас замерять не буду, но на самом деле, я знаю, что диаметр каждого шарика 10 миллиметров, то бишь, скорее всего, это именно те шарики, которые используются в мощных травматических патронах, жесткие и тяжелые. Вот, ну, в мощных травматических патронах, я имею в виду, 9-ти миллиметровых. Да, здесь же мы имеем, кстати, вот я уже вижу, что здесь мы имеем еще и, придется надрезать, здесь мы имеем еще и контейнер, что немаловажно, потому как резиновая пуля, калиберная, или резиновая картечь, с хлипенькой, пленочкой по бокам, скорее всего, весьма основательно, засрет, извините, за мой французский ствол ружья. Придется потом отдраивать, вот как от свинцовку, так и придется вот этот налет резиновый от ствола отдраивать. Вот, здесь же мы имеем контейнер, который предохраняет ствол от излишнего загрязнения. Вот, человек об этом позаботился. Видимо, дело для себя. Вот, даже не просто контейнер, а пыш-контейнер. Вот, вот такой вот пыш-контейнер. Вот, в который была уложена вся эта картечь. Вот, далее, ага, а далее мы сразу же, в принципе, имеем и порох. Порох, я отлично знаю, что порох здесь использован фирмой B&P. Вот, F2-24, очень быстро горящий. Вот, ну, на всякий случай, для полного счастья, хотя я и прекрасно знаю, какая тут должна быть навеска, вот, ну, для полного счастья, мы сейчас взвесим навеску пороха и навеску снаряда. Для начала взвешиваем навеску пороха. Вот так этот порох, ну, его здесь выглядит, как будто его здесь значительно больше. Внешне, да, значительно больше его и по весам. 1,03 грамма. В принципе, как по заявлениям производителя, скажем так, этого патрона, так и есть. Он и заявлял, что там используется от 1 до 1,05 грамма. Вот. И теперь взвесим массу снаряда. Значит, опять тарируем весы, закидываем эти 6 картечинок сюда внутрь и получаем 9,53. То бишь, 9,5 грамм. А это весьма и весьма поболее, чем на целый грамм. Ну да, в среднем на целый грамм от того, что мы имели в патронах лицензированных. Вот. А теперь, ну, что бы еще хотелось упомянуть по этому поводу, что, почему люди стали делать себе патроны травматические для оружия сами? Ну да, помимо всего прочего, что, как бы, покупать их, то ли дело покупать их лицензированные, то ли делать их самому дешевле значительно. Да, это первый вопрос. И второй вопрос, просто дело в чем? Дело в том, что, вот эти патроны по отзывам, на самом деле, я пока, ну, как бы, послушал только отзывы, да, хочу попробовать сам. Об этом будет вторая часть такого видео, где мы будем пробовать эти патроны пулевые, картечные, что же они, собственно, могут. Вот. Ну, вообще, по отзывам, что картечные патроны с 5 метров, с которых они разрешены к использованию, что пулевые патроны с 20 метров, которые они разрешены к использованию, на самом деле, ни на что не годятся. То есть, вплоть до того, что заявления были от пользователей, которые говорили о том, что если, мол, вы хотите, чтобы вас, вашим же ружьем убили, да, голову сломали, то используйте вот эти патроны. Но это все теория, это все то, что я слышал, на самом деле, 100% утверждать не могу, хочется теперь попробовать самому. Вот у нас есть в сумме, значит, 10 патронов и 10 патронов, да, 20 патронов в сумме, 2 пачки. Из них есть 5 патронов пулевых, 5 патронов картечных, лицензированных, TRN-12K, TRN-12P. Еще есть для сравнения 5 вот таких вот патрончиков, да, то есть мы их, естественно, по прямому назначению пробовать не будем, будем стрелять только по мишеням, и все, они у нас закончатся, мы их выбросим, законопослушные граждане, на самом деле. Вот, и для сравнения еще постреляем чем-нибудь там, типа, там, с мелкой навеской какой-нибудь спортивным патроном, охотничьим, или там может быть картечным патроном охотничьим, посмотрим, что там будет под рукой на тот момент. Вот, ну, собственно, на этом видео хочу закончить, основная цель видео тут было не особо не порассуждать, хотя получилось так, что наторахтел уже почти полчаса, вот, ну, на самом деле видео было только лишь о том, что, что находится вообще вот в этих лицензированных украинских патронах, те, которые единственные, те, которые единственные доступны на нашем официальном рынке, вот, хотелось просто посмотреть, что находится, посмотреть самому, показать вам, что находится внутри, пули, как они выглядят, картечь, как она выглядит, сколько все это дело весит, какой порох, ну, какой порох точности узнать не получилось, ну, хотя бы внешне посмотрели, да, что он очень напоминает порох сильвер, вот, ну, на самом деле, черт его знает, что сюда насыпали, ну, внешне, сильвер-то напоминает, вот, ну, собственно, на этом все, спасибо вам большое за внимание, если это видео вам понравилось и было для чего-нибудь полезным вам, ставьте ваши пальцы вверх, если видео не понравилось, ставьте пальцы вниз, буду рад объективной критике в комментариях, также, если вдруг какие-то есть вопросы в комментариях, может быть, я что-то не упомянул, или еще что-то в этом роде, все-таки будет досниматься вторая часть видео с практикой, вы можете задавать, там, в комментариях пишите, постараюсь всем ответить. За всем я прощаюсь с вами, спасибо большое за внимание, вот, подписывайтесь обязательно на канал, хоть видео выходят и не часто, но стараюсь быть хоть сколько-нибудь оригинальным. На этом все, всего вам доброго, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok